Детское радио представляет Вот ведь удивили! С Алексеем Лосенковым Друзья, привет! С вами Алексей Лосенков и 12 смешных и удивительных невыдуманных историй. В том, что эти истории произошли на самом деле, у меня нет никаких сомнений. Ведь их прислали нам вы, наши слушатели. Ну а начну я, как всегда, со своей. История первая. Реалист. У одного моего хорошего знакомого, зовут его Михаил, есть внук Василий. Василию пять с половиной лет. Его родители очень любят снимать его на видео. У них в телефоне уже больше сотни, наверное, таких роликов. То Вася читает стишок, то Вася рисует портрет мамы, то просто играет в машинки. Самому Василию такая популярность в семье уже немного поднадоела. И когда папа в очередной раз подошел к Васе, который играл с собакой, и сказал, Вася, давай снимем видео, Вася спросил, зачем? Ну как зачем, стал объяснять папа. Когда ты вырастешь и захочешь жениться, то будешь своей невесте показывать, каким ты был в детстве. Нет, не хочу. Почему? А если я не захочу жениться, мы что тогда, получается, зря снимать все будем? Кстати, если кто-то захотел стать героем нашей программы, то напоминаю, как это сделать. Все очень просто. Во-первых, можно зайти на нашу страничку на сайте дети-фм.ру и там оставить свой рассказ. А во-вторых, можно прислать его на WhatsApp, Viber и Telegram детского радио. Номер плюс семь девятьсот шестнадцать девять шесть восемь ноль девять шесть восемь. Сообщение начните со слова «Удивили». Вот, например, что нам написали мальчик Артемий и его мама. Они из города Сочи. История вторая! Я назвал ее «Опасные конфеты». Артему семь лет, и он учится в первом классе. Как-то во время урока он увидел конфетку, которая лежала на полу возле ножки его парты. Артем решил ее поднять. Но учительница Ирина Петровна увидела это. «Артемий, сядь ровненько», — сказала она, и добавила. «Так, дети, как вы думаете, почему нельзя брать эту конфету с пола?» «Эту конфету с пола нельзя брать, потому что она грязная», — ответила отличница Маша, подняв руку. «Правильно», — похвалила учительница. «Эту конфету с пола во время урока нельзя брать, потому что так ты отвлекаешься», — сказал Гриша. «Тоже верно». «А ты, Арина, как думаешь, почему нельзя брать конфету с пола?» — спросила Ирина Петровна Темину соседку по парте. «Эту конфету с пола вообще никому нельзя брать, потому что она моя». «История третья». Я ее назвал «Настоящий художник». Майе пять лет. Она очень любит рисовать. Даже полгода назад стала ходить в студию рисования. Каждый день юная художница создает какой-нибудь шедевр. Мама ее все время хвалит и называет то Левитаном, то Репиным, а то Сальвадором Дали. Ну, это все знаменитые художники. И вот как-то показывает Майя маме свое очередное творение. «Как красиво», — говорит мама. «Ты настоящий художник». «Как Сальвадор Вдали или лучше?» Эту историю прислали мама Аня и дочка Майя. Они из Кемерово. Ну, а теперь на очереди история из Санкт-Петербурга от мальчика Семена и его мамы Галины. «История четвертая». Под названием «Куда Семен гусей гонял». Семену пять лет. Он очень серьезный мальчик. И вот недавно к ним с родителями в гости приехала бабушка и решила принять участие в воспитании внука. «Пора тебе, Семочка, учиться помогать по хозяйству», — сказала она. «Вот когда я была маленькая, мы все помогали делать своим родителям. И убираться, и за младшими детьми приглядывать, и хворост в лесу собирать». «Знаешь, какие родители были строгие? Только попробуй что-нибудь не сделать». «О, я когда такая же, как ты была, в пять лет даже гусей пасла. А вы что сейчас, о? Да я помогаю, бабуль, помогаю. И гусей бы тоже пас. Просто мама мне их не дает». Кстати, героями удивительных и поучительных историй зачастую становятся и люди известные. Вы уже догадались, что наступило время нашей рубрики... Сегодня к нам в гости заглянет известная гимнастка и телеведущая Лейсан Утяшева. Давайте же скорее ей звонить. Лейсан, здравствуйте. Вы известная гимнастка, чемпионка. Наверняка с вами не раз происходили всякие смешные истории. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Много всяких разных историй, с весом особенно. Это утром нас любили взвешивать наши помощники, главного тренера. Восемь утра взвешивания. И иногда так случалось, что после либо пробежки, либо изнуряющих диет вес был маленький с утра. И мы понимали, что, возможно, завтра утром вес уже такой не будет маленький. И мы маленькие гирьки себе подкладывали в нижнее белье, чтобы, значит, вес был просто спокойным. И оставляли себе люфт там в 500 грамм, чтобы можно было покушать. Сумасшедшие. Друзья, это была известная гимнастка и телеведущая Лейсан Утяшева. И ее история – секрет ее стройности. Вот ведь удивили! И мы снова возвращаемся к историям, которые нам прислали наши слушатели со всех концов страны. История шестая. Я назвал ее просто «Пейте, дети, молоко». Тимофею пять лет. И он очень любит молоко. Но вот как-то у него появилась аллергия. На что было непонятно. Поэтому родители пригласили доктора. Доктор Тимофея осмотрел, взял анализы и ушел, сказав на прощание. Результаты анализов я сообщу, но вы пока не давайте Тимофею рыбу, клубнику и молоко. Через какое-то время Тимка подбегает к холодильнику, достает молоко и наливает в свою кружечку. Тимофей, ну тебе же нельзя молоко, стала останавливать его мама. Доктор же только что запретил его давать. Мам, так доктор же ушел. Значит, можно. За эту историю мы говорим спасибо маме Вике, папе Илье и их сыну Тимофею из Арзамаса. А за следующую благодарим Александра, папу девочки Кати, а также саму Катю и их соседку Наталью Петровну. Все они из Володы. История седьмая. Любители поэзии. Субтитры сделал на свою любимую книгу и стала читать стихи поэта Осипа Мандельштама. И Шуберт на воде, и Моцарт в птичьем гаме, и Гете свищущий на вьющейся тропе, и Гамлет мысливший пугливыми шагами. Тут соседка сделала паузу, а Катя продолжила. А за ними раки на хромой собаке. Следующую историю прислали слушатели из Казани. Мальчик Алеша и его родители. Мама Вероника и папа Сережа. История восьмая. Заботливый хозяин. Алеша четыре с половиной годика. Вот как-то стали его родители собираться в магазин. Папа говорит, надо обязательно список покупок составить, чтобы не набрать лишнего. И стал писать. Время от времени к нему подходила мама и уточняла, не забыл ли он то, написал ли он про это. И вот она в очередной раз подходит и говорит, надо еще купить таблетки для посудомоечной машины. Алеша удивленно посмотрел на маму и сказал, таблетки для посудомоечной машины? Она что у нас, заболела? Вы слушаете Детское радио. С вами Алексей Лысенков. И двенадцать невыдуманных, удивительных историй от наших слушателей. В программе... Вот ведь удивили! А между тем подошло время моей любимой рубрики. История девятая. История из истории. И сегодня нашим героем станет Джузеппе Верди. Великий итальянский композитор. Он написал двадцать шесть опер. Среди них Аида, Регалетта, Травиата. Кстати, Травиата самая часто исполняемая опера на планете. А ведь в юности Джузеппе не приняли в Миланскую консерваторию из-за того, что он плохо играл на фортепьяно. А через несколько десятилетий эта же консерватория боролась за честь называться именем музыканта. А еще Верди обладал необыкновенным умением извлекать музыку абсолютно из любых звуков, даже из шума улицы. Он всегда носил с собой нотную тетрадь, в которую записывал все свои музыкальные впечатления от прожитого дня. Детский плач, выкрики лодочника или мороженщика, ругань строителей – все превращалось в музыкальную тему. Однажды Верди даже написал музыкальное произведение о том, как он заседал на собрании. Ну, а теперь история. Когда Джузеппе Верди закончил работу над оперой «Трубадур», он пригласил несколько музыкальных критиков оценить ее. Среди них был один, который недолюбливал Верди. Он всегда ругал его произведения, которые, однако, очень нравились слушателям. Критики послушали фрагменты оперы и стали наперебой хвалить Верди. «Вы гений! Вы создали еще одно великое произведение!» – говорили они. И только критик-недоброжелатель произнес сквозь зубы. Откровенно говоря, все это кажется мне довольно плоским и невыразительным. В общем, это очень плохо. Верди тут же обрадовался. «Благодарю вас за такую оценку! Ох, как благодарю!» «Чему вы так радуетесь, маэстро?» – не понял критик. «Да вы даже не представляете себе, как я вам благодарен за ваш отзыв! Как я счастлив!» «Теперь я совершенно уверен в успехе моего трубадура!» Ведь если это произведение не понравилось вам, то оно точно понравится публике. Вот ведь удивили! Именно так называется наша программа. С вами Алексей Лысенков. И впереди вас ждут еще три истории. Я назвал их «Познавательная экскурсия», «Секрет Золушки» и «Голод не тетка». Итак, вашему вниманию история, которую прислали слушатели из Санкт-Петербурга. Мальчик Никита и его мама Даша. «История десятая». Она называется «Познавательная экскурсия». У меня даже эпиграф для нее есть. «Если видишь на картине чашку кофе на столе, или морс в большом графине, или розу в хрустале, или бронзовую вазу, или грушу, или торт, или все предметы сразу, знай, что это натюрморт». Это стихотворение написал Александр Кушнир. Ну а теперь история. Никите скоро шесть лет. Он очень любит рисовать. Поэтому мама отдала его в школу искусств, где детей не только учат красиво рисовать, но и рассказывают много интересного о живописи и о художниках. А еще ходят на экскурсии в музеи. И вот как-то мама с Никитой пошли на такую экскурсию. Тема была натюрморт. «Натюрморт – это когда мы видим много разных предметов», стал рассказывать экскурсовод. «Они могут лежать в строгом порядке, а могут казаться разбросанными». Ну и так далее. Он говорил много и интересно. Вернувшись домой, мама с Никитой поужинали, и сын пошел играть в свою комнату. Минут через пятнадцать мама вошла в комнату Никиты. «Никита, ну почему у тебя такой беспорядок?» возмутилась мама. «Все разбросано». «Мам, ну ты же сама слышала. Это не беспорядок. Это натюрморт». Авторы следующей истории живут в Москве. Это девочка Наташа и ее родители. Папа Андрей и мама Вика. «История одиннадцатая». «Секрет Золушки». Наташе шесть лет. Ее любимая сказка «Золушка». Родители уже сбились со счета, сколько раз Таша посмотрела замечательный фильм с Яниной Жеймо и Фаиной Раневской. Особенно фрагмент, где примеряют туфельку, и она слетает с ноги одной из дочек мачехи. Туфелька ей мала, и мачеха говорит. «Это ничего не значит. Неизвестная красавица тоже вчера потеряла туфельку». «Да», — отвечает ей придворный, «но неизвестной красавице туфелька была чуть-чуть великовата». Потом все смеются над злой мачехой ее дочками, а принц женится на Золушке. А еще любимое занятие Наташи — примерять мамины вещи. И вот как-то надела она мамино платье, повязала его лентой на талии, получился наряд настоящей принцессы. Потом Наташа достала мамины туфли, самые красивые на высоком каблуке, и тоже надела. «Наташенька, они же тебе велики, ты же споткнешься», — сказала ей мама. «Сними ты эти туфли и надень свои, которые тебе по размеру». Наташа посмотрела на свое отражение в зеркале, потом на туфельки и ответила. «Знаешь, мама, если бы Золушке туфелька не была велика, принц бы на ней не женился». Прежде чем вы услышите последний на сегодня рассказ, напомню, как стать героем нашей программы. Все очень просто. Как только с вами или вашими родными и друзьями произошла забавная история, сразу же заходите на страничку нашей программы на сайте дети.фм.ру и рассказывайте все, как было. Или можно прислать сообщение на WhatsApp, Viber и Telegram детского радио. Номер плюс семь девятьсот шестнадцать девять шесть восемь ноль девять шесть восемь. Сообщение начните со слова «Удивили». И уже очень скоро вы можете услышать свою историю у нас в программе, как сейчас ее услышит девочка Анфиса, ее мама Наташа, папа Кирилл и дедушка Миша. Все они живут в городе Сочи. История двенадцатая Я назвал ее «Голод не тетка». Анфисе четыре года. Она ходит в детский сад. Как-то раз дедушка Миша пришел за ней в садик и воспитательница Ангелина Львовна стала жаловаться. Анфиса очень плохо ест. И ее никак нельзя ни уговорить, ни заставить. Поговорите с ней, пожалуйста. Вечером дедушка Миша и мама Наташа вместе с папой Кириллом решили провести с Анфисой разъяснительную беседу. Начал дедушка. «Ты знаешь, Анфиса?» – сказал он. «Меня в садике очень любили все воспитатели и нянечки, потому что я хорошо кушал». «И меня любили, потому что я хорошо кушала», – добавила мама Наташа. «И меня, воспитательница, больше всех любила в группе», – сказал папа Кирилл. «Потому что я не просто хорошо ел, я еще и добавки просил». «А меня воспитательница не любит», – грустно ответила Анфиса. «Ну так это потому, что ты плохо кушаешь», – сказала мама. «Нет, мама, это потому что я ее укусила, когда она хотела, чтобы я хорошо кушала». Ну вот и все на сегодня. С вами был Алексей Лосенков и 12 невыдуманных, удивительных историй в программе «Вот ведь удивили!» Встретимся на детском радио. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова